Урок 18. Задача первая. Выполните деление многочлена на одночлен. То есть надо каждый член многочлена разделить на 5а в кубе. 15а в четвертой. Если разделить на 5а в кубе, получится 3а. Имеется в виду а в первой. Теперь давайте минус 20а в пятой разделим на 5а в кубе. Будет минус 4а в квадрат. А затем при делении получится единица. Вот деление выполнено. Задача вторая. Выполните деление. Тоже каждый член многочлена надо разделить на минус 8m в четвертой n. Так, 24m в шестой n в квадрате. Если разделить на минус 8m в четвертой n, получится минус 3m в квадрат n. Так, теперь второе слагаемое разделить. Получится минус 5n в квадрат. А затем при делении получится единица. Потому что отрицательное делится на отрицательное. Значит, будет плюс 1. Задача третья. Упростите выражение. Надо сначала выполнить деление. Затем надо будет выполнить вот это деление. А затем привести подобные слагаемые. Давайте начнем с деления. 7y в четвертой. Надо разделить на 7y в кубе. Получится y. Затем минус 28y в пятой. Надо разделить на 7y в кубе. Значит, будет минус 4y в квадрате. Так, теперь здесь выполняем деление. Получится плюс 2y. А затем минус 3y в квадрате. Кроме того, здесь есть еще одно слагаемое. Минус 5y в квадрате. Теперь давайте приведем подобные слагаемые. Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть. Минус 4y в квадрате. Минус 3y в квадрате. И минус 5y в квадрате. Получится минус 12y в квадрате. y плюс 2y. Значит, получится плюс 3y. Таков ответ. Задача четвертая. Сколько процентов от числа 300 составляет четвертая степень числа 3? Так, надо сравнить с числом 300. Значит, 300 принимаем за 100%. Четвертая степень числа 3. Это 3 в четвертой. Это 81. Значит, 81. Это х процентов. Пропорция. Произведение крайних равно произведению средних. Значит, чтобы найти х, произведение 81 на 100% надо разделить на 300. И получим ответ в процентах. 27%. Задача пятая. При каком значении n верно данное равенство? 6 в пятой степени умножается на 6 в квадрате, возводится в n-ую степень, и значение этого произведения равно 6 в 17-ой. При возведении степени в степень показатели перемножаются. Значит, здесь будет 6 в степени 2n. При умножении степеней с одинаковыми основаниями основание остается прежним, а показатели складываются. Так как и слева, и справа у знака равенства основание степени одно и то же 6, основание можно отбросить и выполнить действие с показателями. Значит, здесь будет показатель 5. Затем складываются с 2n равняется 17. 2n – это 12. Значит, n равно 6. Ответ 6.